Добрый день! В студии Кирилл Гусев и в ближайшие несколько минут поговорим о главных событиях Алтайского края. Как подготовить квалифицированные кадры по востребованным рабочим специальностям? Вопрос обсудили промышленники. К чему в итоге пришли? Многодетные семьи получат компенсации за ипотеку. Закон подписал президент. Какую сумму выделят каждой семье? Второй иностранный язык ведут во всех алтайских школах в новом учебном году. Какие еще нововведения ждут учеников? Президент Владимир Путин объявил 2020 годом памяти и славы в честь 75-летия Победы. Организацию мероприятий в рамках этого года президент возложил на Российский организационный комитет Победа. Правительству поручено в течение месяца разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению года памяти и славы. Органам исполнительной власти в регионах рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия в рамках его проведения. Продолжаем выпуск. Алтайский край получит пятую часть всех субсидий на компенсацию затрат по транспортировке сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным транспортом. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник управления Алтайского края по пищевой перерабатывающей фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков. 99 миллионов рублей уже либо перечислено, либо уже получено предприятием Алтайского края. Всего из миллиарда, 1 миллиарда 275 миллионов рублей, которое запланировано этот год, освоено в России 505 миллионов рублей. Доля Алтайского края 22,5%. То есть мы фактически больше пятой части субсидий забрали. Предприятия Алтайского края проявляют наибольшую активность среди российских экспортеров, имеющих право на получение данной компенсации. В целом по стране уже подано 126 заявок, из них 48 от организаций нашего региона. В рамках заключенных соглашений предприятия региона в ближайшее время получат почти 100 миллионов рублей. Если школьники хотят быть банкирами, то кто пойдет работать на завод? Вопрос обеспечения квалифицированными рабочими кадрами обсудили в ходе круглого стола Союза промышленников. Подробности у Константина Ганова. Алтайской промышленности нужны квалифицированные рабочие кадры, а их не хватает. Для поиска путей решения этой проблемы региональный союз промышленников организовал круглый стол с участием промышленников, работников образования, средств массовой информации. Мы им не давали физику, математику, точно, юристы. Это вообще в обществе легче. 50% учеников в школу дают ЕГЭ, кроме взятных обществ, знания. Куда им дорога? Полюбать. Клить, полисать, экономистов, юристов и так далее. Кто пойдет в производство? Кто будет продукт создавать? У нас же самые модные профессии, это понятно. Это юрист, это расследователь всевозможных убийств и так далее. Ну или вторая сторона – бандиты. Вот такого фильма про инженера, про молодого инженера, который нам пришел в предприятие и набил шишек, нам нужно миллионы придумать, и это будет интересно. Но, к сожалению, этого нет. Вот у нас где-то пресса-то сидит. Оказалось, что пресса не сидит, а работает. О достижениях в популяризации рабочих специальностей рассказал координатор конкурса «Журналист меняет профессию». Ежегодно появляется не менее двухсот упоминаний публикаций телевизионных эфиров, связанных с популяризацией рабочих специальностей. Мы объясняем, что быть сварщиком, сантехником – это на самом деле интересно, здорово. Если вы согласитесь пускать нас, журналистов, которые проучились где-то, к себе на практику, то мы будем рассказывать и о вас. В ходе круглого стола были затронуты и такие важные темы, как профессиональная довузовская профориентация, образовательные программы и в целом развитие промышленности. В результате участники мероприятия договорились собрать все отдельные предложения для подготовки совместной программы развития кадровой политики для промышленности региона. Важно было услышать заинтересованность всех участников этого мероприятия. Мы обратили внимание, что здесь участвуют и все уровни образования, и промышленные предприятия, и средства массовой информации и так далее. Поэтому я думаю, что основная эта деятельность и основные результаты будут при правильном формировании программы, о которой мы сказали. Телеканал «Катунь-24» также внесет свои предложения в программу развития кадровой политики для промышленности Алтайского края. Константин Ганов, Анатолий Фукс. Новости. Ветеринары и эксперты по растениеводству установили предварительные причины массовой гибели пчел в Алтайском крае. На семинаре конференции с главами районов обсудили также дальнейший план действий. Напомним, столь масштабная гибель пчел сразу на нескольких пасеках зафиксирована в регионе впервые. По словам экспертов, самая вероятная причина – неправильная обработка полей ядохимикатами. Пчелы с пыльцой собирали заодно и отравляющие вещества. В течение недели рабочая экспертная группа проедет по районам края. Они исследуют ветеринарное состояние пчел, выдадут пасечникам ветеринарные паспорта. Также под контроль возьмут тех, кто самовольно перемещает насекомых для сбора пыльцы в непроверенные места. Это увеличивает риск их гибели. Помимо этого, эксперты исследуют фермерские хозяйства и узнают, как они распыляют отравляющие вещества на поля. Агрономы говорят, в этом году на полях много разных вредителей. И для их устранения фермеры используют опасные для пчел вещества. Первый класс опасности – это опасные. То есть категория опасности достаточно высокая. При этом необходима работа в ночное время, в пересоблюдении, чтобы не было ветра. Кроме того, необходимо со стороны пчеловодов, чтобы они обеспечили отсутствие пчел после обработки в течение 4-6 суток. И также не более, чем через 6 суток появление на поле. 200 многоквартирных домов в Барнауле останутся без горячей воды. Ограничения связаны с заменой ветких магистральных теплосетей. Давайте посмотрим, какие дома и на какое время останутся без горячей воды. Сегодня на сутки без горячей воды останутся жители индустриального и Ленинского районов. А именно 64 многоквартирных дома, детсад, школа и частный сектор. Также с этого дня и по 22 июля отключат воду в 26 многоэтажках и двух школах на Павловском тракте и на улице Малахова. С 11 по 15 июля без горячей воды останутся жители микрорайона ВРЗ. Это 20 многоэтажек и 3 детских сада. Также под отключение попадут 55 многоквартирных домов в Октябрьском районе Барнаула. 450 тысяч рублей могут получить многодетные семьи на погашение ипотечного кредита. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Право на такую компенсацию получают семьи при рождении третьего и последующих детей. С начала этого года и до конца 2022. Если сложить 450 тысяч рублей с материнским капиталом и налоговым вычетом, получается весомая поддержка для многодетной семьи, говорят эксперты. О том, как работает новый закон на территории Алтайского края, расскажем в вечерних выпусках новостей. А также обсудим в программе «Интрию дня». Смотрите сегодня в 17.15. К другим темам. Второй иностранный язык станет обязательным с 1 сентября во всех школах. Об этом заявила замминистра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая. Второй иностранный обязателен для пятых, седьмых, восьмых и девятых классов. Также для шестиклассников 133 школ региона, где уже изучали этот предмет в прошлом учебном году. А еще с 1 сентября школьники совместно с родителями могут сами выбрать один из языков народов, проживающих в России. Его ребенок будет изучать как родной. То есть представители отдельных республик и национальностей смогут изучать русский, так и свой родной язык. Будь то татарский, алтайский, армянский и другие. Введение второго иностранного, введение родной литературы, родного русского, к сожалению, не соответствует тому нормативу учебных часов, которые по СанПинам относятся к пятидневной неделе. Поэтому многие образовательные организации вынуждены переходить на шестидневку. Пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Иркутской области работает в Барнауле. Он открылся в Алтайском отделении Российского детского фонда. Пострадавшие нуждаются в одежде, обуви, детских вещах, предметах личной гигиены и бытовой химии. Вещи просят сдавать чистыми и в хорошем состоянии. Пункт сбора вещей работает с 10 до 17 часов без перерыва на обед. Суббота и воскресенье – выходные дни. Также краевым отделением Российского детского фонда открыт счет для перечисления средств пострадавшим от паводка в Иркутской области. Реквизиты для пожертвований вы можете найти на сайте нашего телеканала katun24.ru. Они приехали из Германии на Алтай за свободой. Так о себе говорят семья Хаузотте. Два года назад Елена, ее муж Ян и сын Майк решили переехать в Первомайский район. Чем они занимаются здесь и скучают ли по Германии, узнала наша съемочная группа. Их роман начался благодаря школьной переписке. Пионер Ян из немецкого города Таунштайн после окончания школы вытянул билет с адресом Елены и написал ей письмо. После Ян приехал к Елене в гости в Новоалтайск. Затем Елена посетила Германию. После этого они решили пожениться. В итоге живут в мире и согласии уже 26 лет. Пришло письмо о День пионеров. Поздравление с Днем пионеров как раз вовремя от Яна. Я вежливо ответила. Спасибо за поздравление. И вот с этого момента завязалась переписка. То есть мы переписывали с 88 по 89. За годы проживания в Германии семья Хаузотте раз в 4 года приезжала в гости к родственникам Елены. А два года назад они решили сами переехать в Алтайский край. Выбрали для себя тихий уголок Первомайского района в селе Зудилово. Построили здесь дом. Признаются, что на Алтае для них воздух свежее, пейзажи живописнее, да и суровая сибирская зима их не испугала. На Алтае лично для меня лучше и выше качество жизни. Стало намного меньше стресса и в целом жизнь спокойнее. Есть где расслабиться. Здесь очень живописная природа, даже качество продуктов здесь гораздо выше. Сейчас Елена и сын Майк работают на Алтайском заводе прецензионных изделий менеджерами по иностранным закупкам. Муж Елены Ян дистанционно работает в немецкой организации. По Германии, говорят Хаузотте, почти не скучают и не понимают тех, кто стремится покинуть наш регион навсегда, чтобы найти свободу и душевный покой. На самом деле это можно обречь именно здесь, на Алтае. На этом у меня все. До встречи в эфире.